Продолжаем чтение книги Игумена Никона Воробьёва о началах жизни. Иуда. Когда Иисус Христос после насыщения пяти тысяч стал говорить о хлебе жизни, многие отошли от Него, потому что не могли принять Его слов. Они поступили честно. Их плоское мудрование не могло возвыситься до Духа истины. Но Иуда не покинул Иисуса Христа, потому что носил ящик с деньгами и пользовался ими для себя. Он надеялся и на большее. Наравне с другими он ожидал воцарения Мессии со всеми выгодами для себя, когда же узнал, что Иисус Христос не собирается на земле устроить своё царство, узнал, что Его ожидает смерть, то использовал для себя и это. Он перешёл в лагерь врагов Его, предал Христа и получил тридцать серебрников. Ведь всё равно ему умирать. Недаром отрекающихся в настоящее время от Христа сравнивают с Иудой. Делать это не для оскорбления отпадших, а не достоин великой жалости, а потому что в обоих случаях есть общее душевное устроение. Без веры, а лишь по выгоде шли за Христом, по выгоде и продали. Однако предатели никогда и нигде не пользовались доверием, а тем более уважением. Мавр сделал своё дело. Мавр может уйти. Не было у Александра искренности до отречения. Нет её и в отречении. Он психологический юрод, построивший здание на песке. От небольшого искушения оно упало, и было падение его вели. Иван Георгий от Матфея, 7 глава, 27 стих. Отсутствие дел благих заменяется сокрушением сердца. Мало сказать, я грешен. Так говорила Иуда, но конец его дно адово. Надо с апостолом Петром восплакать горько о бесплодии своём, обессилие торгнуть плевелы земли своей, чтобы не быть посечену и брошену в печь. Одно надо нам твёрдо знать и никогда не забывать. Не должен отчаиваться ни в каком состоянии. Отчаяние, часто ведущее к самоубийству, есть смерть души. В самых тяжких грехах можно покаяться и получить прощение. Многие отчаяннейшие разбойники и душоубийцы не только получили прощение при искреннем покаянии и исправлении, но достигли и святости. Моисей Мурин, варвар, разбойник памяти 6 мая, Даниил и другие. Это Господь даёт нам примеры, чтобы мы не отчаивались, как Иуда, а приносили покаяние и через это спасались. Помни Иуду. Он дал дьяволу войти в себя и погиб ужасной смертью. И перешёл вечную муку в одно адово. Продолжение следует...